Я не могу себе выйти, не могу задействовать людей. Во-первых, действительно хочу приветствовать всех здесь, сегодня знакомых в этих стенах. Я с вами, на самом деле, университет и члены академии, в сутки, начиная с периода, в сутки дня, в связи с долгой работой, в связи с собственным развитием. Здесь всех приветствуют, находящихся участниками и гостей. Семьего доклада, к сожалению, на те медийные презентации, которые мы и говорили, что выйдем на секционное заседание, поэтому придется так, что называется, с листа, какие материалы принес с собой, это биономика, философия, взаимодействие человек и природа. Начиная с того, что такое биономика, доклад у меня немножко продолжительный, я стараюсь его все-таки в рамках объединения времени сконцентрировать и ответить на основные вопросы. Биономика, вообще-то, понимается на тот философии развития экономики 21 века. На тот философии, в слове известный еще с времен Сократа, в философском экономическом словаре воспринимается на тот философии греков и указывается, что она со временем сменяет антропологической этикой. Ну, надо сказать, что у греков вообще история развития интересная, и если брать тот период, когда, скажем, в четвертом веке, да, наше время в греческом городе и веке был сожжен храм Артемиды, все знают, кто его сжег, инострат, но никто не помнит, кто его построил, к сожалению. Так вот, на то философия, это философия природы, это особенность, когда человек умозрительно, в общем-то, истолковывает ее целостность и, в общем-то, связывает себя с природой. Мы ведь тоже биологические существа, и хотелось бы, конечно, говорить, что мы тоже обещаем, нет, возможно, это спорно. Вот сейчас очень много направлений по поводу, скажем, ну, не о представлении, а, во всяком случае, каких-то видений новых и чарльзу дарима, и все это, я считаю, абсолютно имеет место, если, конечно, это не уже не вся эта наука. Биономику мы рассматриваем с трех основных направлений, это собственная экономическая теория, то есть теория, изучающая экономическую природу, это наука, рассматривающая экономическую систему как экосистему, это совокупность биологических законов природы, определяющих признание сложных саморазвивающих систем. Об этом и сегодня как раз именно о саморазвивающей системе тоже я хотел бы поговорить. Ну, почему на то философию называют? Ну, в общем-то, ученые становятся философом в того периода, когда вопросы, которые он сам себе задает, начинают, в общем-то, колебать устои наук, которые его вырастили, создали, сделали, значит, ученым, какие-то появляются сомнения в правоте теории, бередя в душу. Ну, для примера, скажем, если вот посмотреть развитие в целом, каких-то направлений, у нас раньше, по легенде, вся цивилизация — это большой океан, по нему плывет черепаха, сначала ставят, значит, слоны, на слонах непосредственно земля, через какое-то время оказывается, что все не так, что земля в центре вселенной, и потом оказывается не она, и так далее, и так далее. То есть, представляете, какой-то идет развитие. В нас в упрощенном виде железо не летает, железо не плавает, но корабли и самолеты устроим результаты. Исходя из тех знаний научно-технического прогресса и тех знаний, которые накопились у человечества, значит, мы пришли к сегодняшнему пониманию того, как использовать законы природы. Поэтому на этой философии, в общем-то, биологика сама как-то состоит из трех составных частей. Это биология, то есть учение о жизни и самой форме движения материи, как бы говоря, развитие живой природы. Это экономика, начиная с кисенопонта, с самого простого предмета, что это ведение домашнего хозяйства из-за сегодняшнего понимания экономики, как взаимоотношения, опять же, между людьми в процессе создания, распределения, потребления материальных благ, и экология, то есть человек, ее связь с биоскетом, по-другому говоря, социальная экология. Вот экономика и экология, они вместе составляют экономическую, экологическую экономику, а биология и экономика это биоэкономика. По-другому говоря, биоэкономика это углубленное, субтитурное понимание экономики. Поэтому биоэкономика и биологическая экономика составляют биономику. Итак, что же есть биономика и в чем отличие от тех традиционных концепций, которые были заимствованы со времен классической физики еще не дома. В тот период современное восприятие экономики видит хозяйский субъект, организация, как некоторые машины, как какие-то средства, которые производят продукты или какие-то материальные блага. Биономика же видит организации как разумный социальный организм. Поэтому такой подход позволяет видеть в экономике живую саморегулирующую систему, что в свою очередь приводит к возможности определять ее способность, изучать какие-то экономические болезни, вовремя допуждать их, рассматривать особые причины. По-другому говоря, с развитием биономики вводятся новые методы изучения экономической системы оценки и качества. Я сразу хотел бы сказать, что свой доклад хотел бы поделить на две части. Это первое, как раз, вступление о биономике, что это такое, вкратце. И потом, в вторую часть, рассказать непосредственно о нашем международном институте биономики. Еще раз извиняюсь за пока отсутствие мультимедийного ряда презентации. Поэтому, если отойти от 200 летних традиций представления экономики как механизмов поддержания устойчивого равновесия, биономика, допустим, рассматривает тот же процесс капитализма как естественное природное явление. Недавно я слышал заявление одного из представителей рейтингового агентства, не буду врать, не помню, стендер-плипокс или какое-то другое, он сказал, что рынок это представление как дерево, только все видят ствол, видят направление ветви, видят результаты или листочки, или плоды, но никто не вспоминает о том, что без корней это ведь ничто. Поэтому рост рыночной экономики тоже это своеобразный стихийный эволюционный процесс. И, в общем-то, как экосистема, эта экономика служит примером того, что современная наука называет как раз самоорганизующимися хаотическими процессами. Здесь хочу напомнить закон нейтропии. Образно говоря, в односторочный порядок всегда будет разрушаться, прошлое оно будет упорядочно, расположено по полочкам, мы его изучаем. Насколько можно, естественно, в будущее, в любом случае, не знаем, как это будет, будет хаотично. Не знаю, представители, какие специальности здесь в предыдущем сидят, но как-то у меня спросили, есть прогрессивные, есть продвинутые, как там еще себя называют, молодежь и так далее. Вы говорите, что больше сказать насчет светлого будущего? Я говорю, мне сложно ответить насчет светлого будущего. Я говорю, ну, посчитаю, что надо сегодняшнее состояние, сегодняшнее нашей жизни, быть ее, делать светлого будущего. Биономика рассматривается в виде ряда теорий революционного развития. Мы поделили как бы на две основные части. Это теория взаимодействия, то есть теория, которая оперирует природой взаимодействия, биологических и социальных систем, и теория общества. То есть теория, которая оперирует наше законодательство и принцип развития в логическом системе. Выясню. Первый вид теории, это непосредственно касается каких-то причин, или они, биологии, социальные явления, и наоборот, ну, самая простая, скажем, урожайность и обеспеченность продовольствием. И наоборот, значит, а второй вид выявляет факторы полного или частичного взаимодействия данных систем. Ну, и то, и другое важно, поскольку природа не раз уже доказывает, насколько она умнее, могущественнее человека, хотя мы все-таки себя проявляем, хотя мы летаем в космос, но стоило несколько дней быть выбросов вулкана в Исландии со сложным выговариваемым названием, практически все парализовало. Ну, или 2006 год, помните, когда цунами, о котором природок топливный, по-моему, так что не упоминал, 30 тысяч человек в одночасье переставалось в существовании. Миссиологическим корням биономики, объясняющим причиной возникновения, мы относим к три налоги. Это эволюция, опять же, сама железную систему, это экономическая психология, социо-культурный подход, у нас даже есть работа, я их представлю, покажу, и мы, наверное, сдадим это в библиотеку. Просто немножко хочу сказать о экономической психологии. Возможно, кто-то занимался и знает работы, они уже классические, того же Пола Хейна, довольно большой такой фолиат, труд об экономическом образе мышления. Вкратце скажу, как бы суть, как бы вы не вели свое предпринимательское деятельство, социо-культурный донос, доказав, что только 8-10-12% могут быть предприниматели. Не каждый может рискнуть, скажем, пожертвовать имеющимся какими-то ресурсами, квартирой, какими-то средствами техническими, или занять даже кредит. Как бы вы не вели, соответственно, нормативно проведен актами своей деятельности, он создал ситуацию, а он ее сравнивает предпринимательское деятельство с движением по автостраде. Это, я понимаю, гораздо ближе всем, да, почти все автомобилисты. Опять же, создать ситуацию, когда тебя подрежут, когда, значит, сзади боли, когда ступик зажмут, и что-то, что-то, и все равно создать такая ситуация, которая не по вашей вине, по большому счету. Поэтому третий момент, это, скажем, третья наука институальной экономики. Ну, по сути дела, это все принципы, правила, которые государство, значит, посредством чего, вернее, государство регулирует в той или иной части деятельность в целом. Ну, много вопросов, насколько государство должно регулировать или не регулировать рыночную экономику. Вот сейчас, дай бог памяти, Дания, по-моему, 500 дней практически было без парламента, но при этом все замечательно, пенсии не уменьшились, все так же работают. Может быть, особо и не надо, большие функции на правительстве предлагают. Ну, вот насчет государственной экономики, хочу сказать, одно из представителей, вы прекрасно знаете, много всего говорят, Дуба Слон, который занимался изучением развития человечества за период, десятилетний, значит, период его развития, вот, до нашей, нашей эры. Там многие факторы, территория, расположенные государства. Да, конечно, это влияет, но, с другой стороны, возьмите, огромную территорию Америки и тут же граничит с ними виднейшая страна Мексика. Природные условия те же самые, почему живут совершенно в разных условиях. Или другой момент. Я как-то спрашивал, ну, не знаю, насколько это политическим стрибунам задают вопросы. Ну, допустим, я, допустим, очень давно не слышал ничего практически, если только сам не интересовался, о Канаде. Кто знает, что там происходит? Они соседи с Америкой, у них практически тот же самый уклад, очень высокий уровень жизнеобеспечения, более медленный, более спокойный, никто ничего не знает. Всем хорошо, что это нормально, а что-то говорить, если все так замечательно. Понимаете? Поэтому на базе каждой из вот этих, значит, наук можно формулировать достаточно точный прогноз поведения изучаемого объекта, ну, и представить его биологической, опять же, поистине, не механической системой. Поэтому биологика объединяет эти три науки, особенно, когда идет речь о экономической личности. Ну, вот, вкратце, скажем, по третьей науке могу в некоторый момент привести. Метациональная экономика. Она занимается изучением выборов, которые совершают экономические личности, больше говоря, мы с вами, для удовлетворения своих потребностей. Занимаясь управлением, у нас сейчас есть ряд специалистов, которые дословно практические, результаты личного финансового портреля называются. Что это такое? Люди приходят, много, вы начитали перевод Димы, литературы, хотят получать, так называемый, пассивный доход, имели на печи, ничего не делаю, многие не получают, и они спрашивают, хорошо, у вас есть какие-то средства, которые могли бы инвестировать, вот, у кого-то акции, там, госпромы, затисали, что на кипломе, у кого-то, знаешь, семейный участок давно заработан, про него не вспоминают, и так далее, и так далее. И оказывается, что люди даже не могут почитать, что же у них имеется в наличии. Приходит семейная пара, у них сидит ребенок на коленях, коленях, и они, значит, про себя думают, так же за учебу заплатить, за квартиру, за что-то еще, а то, что ребенок развивается, и у нас будет каждый раз все больше и больше, они как-то даже мысли. Потом задают встречный вопрос, а вот родители, как-то надо помочь, они в основном пенсионеры шепчат. Да, да, как-то все, родители есть, и так далее, и так далее. То есть оказывается, на сегодняшний момент люди воспринимают сегодняшнее получение каких-то желательно дармовых благ. Вот сейчас, именно, как-то я иногда со своими, значит, коллегами, знакомыми, предпринимателями, душами студентами, значит, разговариваю, кто-то в Москве, допустим, за бизнес поднимает, кто-то уже, ладно, успел убежать из Москвы, что называется, и я говорю, вот, наверное, как всегда, так осталось правило там, хотим многое и завтра. А не, как Венеевич, нет, оно уже так, хотим все и вчера. Вот, поэтому, оттуда, естественно, вытекает вопрос о том, что какой-то объект, человек, значит, юридическое, физическое, сооруженное, не способен собрать весь объем информации о какой-то сделке или о какой-то ситуации на рынке, и ему в этом отношении нужно помочь, и, соответственно, обработать ее оптимально. Отсюда также вытекает важность таких категорий дисфункционального образа мышления, как внимание и ожидание. Но важность как раз определяется наличием так называемого института доверия, потому что на сегодняшний момент без доверия, в общем-то, невозможно рыночное ведение хозяйства на макро-городе. Ну, приведу видишку, если не утомил еще вас, попрошу еще не так много, значит, 88-й год, выдержка из центральной газеты того периода, когда наш журналист приехал в Японию и интересовался фермерским хозяйством, все-таки, если на агрокомниверситетах, значит, это типа, как кибутся в Израиле, то есть все высокого качества, сертифицировано, не требует, значит, каких-то дополнительных и востребовано, в общем-то, в различных полуках мира. Он производит какую-то продукцию, в данном случае благописи с почетом. И спрашивает, а где у вас ангар, там, корма, так далее, там, вот, как-то один есть, значит, бокс, все. А, значит, кто привозит, какой договор, ну, условно говоря, какой-то ему сам привозит, значит, все это оставляет в назначенное время. Ась не перевезет, почему не перевезет, удивился, значит, опрашиваем. Ну, заболел, жена привезет, Ась не дай бог умер, а жена на похоронах, а сын привезет или сосед, или кто-то, кому не доверяет. Значит, после этого все-таки на журналист не сдается, напоминаю, 88-й год, значит, очень большой поток был информации, о которых хлынул через, надо все-таки признаться, железный занавес, и мы это с интересом на тот период рассматривали. Очень, кстати, много было статьи посвящено Америке, полностью все развороты, деньги, то есть и все о деньгах, как они живут, автомобили, одежды и так далее, и так далее. Я в одной газете когда прочитал, что больше 460 моделей автомобилей, даже полностью не стоит поспрашивать, какие перечисления и так далее, и так далее. Ну, наш автофон не затраген, и когда есть на тему. Так вот, задавая вопрос, фермеру, а увозьте вы их, где у вас холодильный установлен, что-то еще нет, другой там, значит, сам приезжает на значенное время и так далее. И предвосхищая вопрос наших журналистов, и тоже без всякого договора, даже абсолютно на устном, значит, своем отношении. То есть, они настолько это традиционно, исходя, конечно, с культурной традицией, возвели в рамках обязательства, потому что не хотят терять имидж, не хотят терять бизнес, ну и, соответственно, они не хотят терять деньги в этом отношении. Поэтому, скажем, рассматривая важнейший принцип биономики, мы бы хотели остановиться на трех управляющих воздействиях, но любой изучаемый объект – это бюрократия, в данном случае это не бюрокрический аппарат, а воздействие, посредством чего, краткость управления рынок непосредственно, и культура. Ну, скажу, что культура – это не в данном случае понимание картины, галереи, музеи, и что-то еще. Вот, по словарю Ажейба, в высшей степени развития чего бы то ни было. Попусты говоря, открывать в ресторан, все замечательно, первый какой-то период, через несколько месяцев, обычная рюмочная, забегалка, пивная, и что-то еще. Надо удержать политику. И соответствующий уровень. Это очень, конечно, сложно. Поэтому, в соответствии с усплатами биономики, еще раз говорю, что важно наличие доверия, и поэтому мы ведем речь о культурном гене. Ген, как бы, это основополагающая идея развития. Ну, вот я упомянул внимание и ожидание. Что это такое? Внимание, когда вы, будучи просто предприниматель, и сам себя развиваете, человек прогрессивный, продвинутый, значит, отслеживаете, чем же занимаются ваши, если не обязательно конкуренции, но хотя бы участники на рынке. Ну, вот, ребята здесь сидят, девушки, я думаю, что ребята в большей части все-таки имеют информацию. Фирма Sony Panasonic всю жизнь занималась производством, что называется, от корней аудио- и видеотехники в различном уровне. Сейчас вы заходите в любой супермаркет, видите холодильник Panasonic, пылесос Sony и так далее. Понятно, что это абсолютно комплектующие, взятые откуда-то, только название изобрет, мы там переплачиваем. Почему они тратят колоссальные средства, эти фирмы, значит, для того, чтобы производить вот эту продукцию? Потому что забивают какую-то ничь. Ну, и вот практически у каждого лежит вот этот телефончик. Как только появляется, еще не вышла в продажу, а уже везде афиширована какая-то новая модель, смотрите Sony, Ericsson, значит, какие-то другие, это не реклама, просто говорим, значит, выпускают примерно одинакового, значит, варианта каких-то моделей. Чуть больше размер или чуть меньше вес, добавили две пиктограммочки, четыре, значит, кнопочки, стразики тоже не мешают, да, цвет там розовый и так далее. То есть примерно одновременно появляется одинаковая продукция. Почему, казалось бы, нужно опять выделять на это средство? Потому что через какое-то время, если вы не будете даже, пусть затраты для себя на уровне больших транспортных компаний это производить, это нишу, это место сразу займут другие. И вам придется или очень дорогостоящую, у вас требует, типа, вертопроизводить, или очень дешевую, понимаете, а этот уже уход. Поэтому внимание, в общем-то, это мониторинг, скажем, заведение контрагентов. Ну, а ожидание, у нас же все хотят сразу получения сверхприбыли, об этом давно уже было написано, мы сейчас экономическую теорию не будем вдаваться. Вот, поэтому все хотят как можно побыстрее, как у нас принято говорить, отбить бабки, да? Вот, никто не ждет. Пять-семь лет надо как можно побыстрее, тем более в этом заинтересованы и те, которые получают средства, особенно через 15-15 учреждений, потому что сроки и проценты очень быстро дают, что называется. Ну, рассматривая, сокращая свой доклад, скажу, что подчеркиваю актуальность темы, темы выступления, я бы хотел сослаться на Маршала, который в своем труде принципы экономической науки писал. Мехаэкономистом является экономической биологией, нежели экономической механикой. Вот экономическая биология, потому что биономика, в общем-то, развивается таким быстрым тем, что, вполне вероятно, скоро мы увидим какие-то стандартные дисциплины, которые будут изучаться во всех экономических вузах. Ну, сошлись на то, что буквально 15 лет назад слово «менеджер» практически было чуть ли не враждебным. Первые выпускники, у которых диплом так было написано, они через какое-то время приходили в вуз и говорили, «А вы знаете, мы не можем устроиться». Я спрашиваю, почему? Ну, не обязательно лично мне, но был такой разговор. Потому что, когда мы приходим на предприятие, там написано и начальник отдела кадров, полностью и четко и правильно говорят, «А у нас нет штатного расписания такой должности». Понимаете? Это сейчас у нас. Менеджер, сразу, сразу какое-то слово в родительском путешествии там. И у нас, значит, офис менеджер, клиник менеджер, да, поставил больше и так далее. То есть, чего только нет. То есть, в общем-то, довольно уже истрито определили. Поэтому, вполне возможно, а те дисциплины, которые мы рассматриваем на более международной биономике, я тоже сегодня хотел бы вкратце сказать. Сокращать, сокращать. Значит, хочу сказать, что биономики центральное место занимают, в общем-то, не люди, а технические знания. Поскольку отдельно авторы теоретики приходят, уходят, а, в общем-то, накопленные человеческим информациям остаются. Ну и по мере научно-технического развития невозможность становится выполнимой экономической реальностью. Ну и как спел, известно, вверх, даже невозможно становится возможно. Новые знания являются источником экономического роста. Главную роль в экономическом развитии биономика отводит технологическим нововведениям, которые, в общем-то, надо сказать, игнорировать долгое время от традиционной экономической науки. Также хотел бы, значит, в некоторые моменты я рассказать о нашем Международном институте биономики, перейти как бы по второй части его выступления. Он был создан в 2008 году, в этом году у нас в пятилете. Я думаю, мы подготовим соответствующие мероприятия. Смотрю на людей, которые в этом отношении. Международная института биономики – это автономная некоммерческая организация, учрежденная в целях предоставлений в области науки образования права культуры. Надо сказать, что НИП сокращенно обращает большое внимание на международное деятельство, на линии поведения научно-практических конференций, внедрение элементов биономики и учебных процессов. Ну, допустим, у нас была представлена программа дисциплины факультатива для студентов специально-функциональной экономики на базе института экономики Урал-БУСК, биологический подход к управлению экономическими системами. Ну, структуризация МИП у меня была представлена. Скажут, что есть общий руководство, состав правления, состав технических совета и так далее. Есть вопросы, которые у нас касаются производной технической части Международной института биономики по научно-образованию, по линии производственных технологических подразделений. Ну, проще, наверное, нисколько даже называть проекты, а что показать, что мы за этот период сделали. Ну, вот начиная с последних. У нас несколько было вызов на законное сотрудничество с немецкими коллегами. Работаем с Кустановским государственным университетом, там открывается филиал Международной института биономики. Ну, поэтому все работы, то ли части скрывающих действий нашего ВУЗа и направления основные, они отражены в наших работах. Вот, скажем, допустим, новации в производстве коммерческих исследований. Непосредственно в 2000 году была выпущена такая работа, как биономика и экологический аспект, более подробная. Непосредственно есть, вот, Ландау, земля Ландау, это один из выездов, тоже, Челябинск-Ландау. Была посвящена работа, связанная с агро-вопросами, корпоративные государственные инженеры в аграрном секторе и национальной экономике и другие. Ну, к настоящему времени по биономике написано довольно много научных трудов. В частности, скажу, что и мы тоже активно участие принимаем. И, в общем-то, биономика развивается многими институтами независимых. Главный проект для нашего института, это постройка дальнейшей эксплуатации передовых водоочистых сооружений, создания современной системы управления обслуживания, постройка дальнейшей эксплуатации заводов, доработки угля, так и всех видов, подходов, действия только и другие виды энергии. Скажу, что некоторые проекты мы уже осуществляли непосредственно с представителями молодежной палаты, значит, надо собрать и Челябинск-Ланда области. Предприятие называть не будем, да? Чем работаем? Ну, сами это озвучите до необходимости. Кроме того, надо сказать, что мы честно сотрудничаем и выходим на другой уровень. Есть международный журнал «Биономики». Основатель журнал «Главный редактор экономики» Джанис Ланда. Она представляет капитал экономики Юрского университета Канады. Историй редактор – биолог Майкл Киселин. Он представляет Центр истории и философии науки для фонистки Академии Нового США. Вот они определяют политику и содержание журнала. И главной задачей журнала – это прощение и поддержка продуктивного творчества диалога между биологами и экономистами, чего, собственно говоря, мы и сами желаем в этом отношении. Поэтому, завершая, хочу сказать, что на сегодняшний момент деятельность Международного института биономики очень тесно прикасается со всеми интересными проектами или хотя бы даже задумками, которые имеются на сегодняшний момент. Это и агронаправление, начиная с агротуризма и проведение субботиков, переработки сырья на предприятиях, металлому, кулакуру, сбор. И заканчивая тем, что в перспективе у нас открытие кафедры биономики и совета по защите. Я думаю, для коллег это будет, наверное, более интересно, поскольку уже определенный пакет документов суббором, есть код и вак, которые соответствуют данному направлению. Кроме того, хочу сказать, что мы тесно сотрудничаем с другими организациями, предприятиями по научному направлению, которые помогают нам издавать и консультируют, продуктивно занимаются с нами в том или ином направлении. Допустим, это Академия российской институты, я раньше называлась, сейчас это Академия институтических наук. Непосредственно с ними работаем, они тоже находятся здесь в Челябе. Одна из, скажем, квалификаций, высших, как кажется, специальностей, как раз для подготовки научных научных кафедрах, 05-13-10, управление специальностей и экономической системой разных отраслей экономики. Исходя из этого, я бы хотел сказать, что у нас есть официальная естественная тема, юридическая область уже разложена, только здесь не озвучено, но вообще в геономика.ру на секционном заседании в этом местах. И, в общем-то, мы предлагаем и приглашаем сотрудничество всех заинтересованных лиц, как производственников, так и представителей высшей школы, для того, чтобы изначально вот эти все проекты, которые как сегодня здесь обсуждаются и будут обсуждаться на секционном заседании, они получили бы развитие. Недавно, буквально еще минуту, была передача, буквально два дня назад, к сожалению, только почему-то показывал очень поздно ночью, о силиконовой долине, и как там молодые ребята, в смысле парни и девушки, работают на каких условиях, в том числе и наши, значит, выходцы из России. Я сейчас не о уровне зарплаты, не о трехразовом питании, там был интересный момент, на что я обратил внимание. Обычно, когда человек приходит на новое место какой-то работы, он через какое-то время или вливается в кликс, или не вливается. У нас обычно через две недели он начинает себя чувствовать, узнав, где что находится, где в буфет, где в туалет, как зовут директор и так далее, и так далее, иначе чувствует себя значить. Так вот, представитель, который уже полтора года работает, Артем забыл его фамилию, значит, в гугле забыл, значит, указать, нас бы сразу предупреждали, пройдет месяца два-три, вы будете чувствовать определенный уровень депрессии, то есть, вы понимаете, зачем я здесь нахожусь, и без меня все крутится замечательно и так далее, и так далее. Вот, их даже подготавливают к тому, что их воин подготовки еще не тот, им надо адаптироваться и потом себя проявить. А проявляют себя, естественно, люди в чем? Какие-то, значит, творческие коллективы, возможно, временные, не обязательно постоянные. Им даются подвеску лая на минуты, они показывают основные направления, их деятельности довольно интересные, абсолютно, я тоже на одно обратил внимание, просто сразу скажу, и потом под это тут же от инвесторов получают еще серьезные средства. Вот один из проектов, скажем, Google как поисковик, ему сейчас уже на пятки наступает Facebook, особенно после того, как стали непросто передавать картинки с вечеринками, как отдохнули студенты и так далее, молодежь и затем молодежь, мы тоже в своей категории тоже молодежь, вот, значит, а уже какие-то более интересные направления. Вот, как только пошли ссылки, скажем, поиск, молодые мамы сидят, ребенок заболел или что-то хандрит начинают, что сделать, чтобы быстренько снять вот это недомогание, а не заболеть, то есть по массовости, по количеству в той или иной части земного шара обращение ссылки, скажем, зависит из какой-то помощи, можно определить, через какой период там может быть эпидемия, допустим, вирусных заболеваний. Очень интересные направления, которые надо здесь сразу послужить. Ну, хочу сказать, что интересных моментов очень много, все зависит как раз от тех лиц, которые этим занимаются, и которые, в общем-то, не тратят время на какие-то только личностные, но и более, скажем, немножко являются открытым. Большое спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, к вашему вниманию, что вас вставляется доклад, что на этой проблеме в сфере водных ресурсов больше читаем. Субтитры создавал DimaTorzok